Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами, Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, Александр Михайлович! Очень рада вас видеть. Слава Богу, все эти месяцы, когда музей был полностью закрыт для посещения, они остались позади. И сегодня, пускай и в ограниченном количестве, но тем не менее, вы принимаете посетителей. Парк работает уже с 1 июня. И долгожданно открылся, конечно же, все ждали открытия музея. Они состоялись 25 июня. Как сегодня работает музей-заповедник? Мы работаем в обычном режиме, по обычному расписанию. В субботу и воскресенье праздничные выходные дни. Дворец и парк у нас работают до 7 вечера. Цены у нас не изменились. Мы ни в коем случае не стали повышать цены никаких. Вот у нас мы работаем в старом режиме. И действительно, мы думали, что, наверное, будет мало в начале посетителей. Как-то люди испугаются приходить в музей. Но, вы знаете, было действительно очень много, особенно выходные дни. Но для сравнения, 1 числа, выборы. Один день был выходной. Наверное, наши посетители на дачу никакие не поехали, потому что всего лишь один день. Мы на это рассчитывали, и все пошли в музей. У нас 1 июля было 1020 человек посетило музей. Это с учетом из Захарова, естественно. У нас две усадьбы веземы. Поэтому нам было, конечно, очень приятно, что внимание такое к музею. Люди просто приходили, не обязательно посетили дворец. Ходили, гуляли по парку, отдыхали здесь, смотрели. Поэтому наслаждались самой природой. Парк мы очень готовились к открытию. Поэтому все время, пока у нас парк был закрыт на пандемии, мы работали. Мы готовили к парк приема посетителей. Высаживали цветы, ухаживали за дорожками, за деревьями. К несчастью, у нас был еще ураган пронесся над нами. У нас сломало 6 деревьев, большие липы упали. Для нас это была самая настоящая трагедия. Мы эти липы убирали, вывозили. Это тоже очень большой такой труд. Поэтому мы готовились к приему посетителей. Ну а сейчас, надеемся, впереди будут выходные. Мы надеемся, что все-таки к нам тоже придут. Обещали очень жаркую погоду. Без осадков, без дождей. Думаем, что тоже кто-то не поедет на дачи, а придут к нам сюда в музей. Познакомиться еще раз, увидеть Александра Сергеевича Пушкина живого. Посмотреть с Натальей Петровной, пиковой дамой познакомиться. Увидеть наши выставки. Все наши выставки, которые мы открыли перед началом пандемии, мы с ними договорились с владельцами. Мы продлили эти выставки. По крайней мере, до середины, до конца даже июля мы их не разбираем. Мы хотим показать все выставки. Наш выставочный план немножко сдвинулся. После выставки женских украшений 12-19 веков. Замечательная выставка у нас из коллекции Михаила Маратовича Диева. К сожалению, он у нас блестящий ботаник. Он у нас умер. И вот эта выставка у нас будет работать. Затем у нас будет выставка, посвященная 75-летию Победы. С небольшим опозданием, но 75 лет Победы мы будем отмечать весь год. У нас две большие выставки ожидают наших посетителей. Это выставка «От Победы до Победы». Это солдатики времен Отечественной войны 1812 года. Маленькие такие вот, оловянные, раскрашенные. И большие макеты танков, самолетов. То, что те машины, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Также мы хотим открыть постоянно действующую, большую баннерную выставку. Она будет летняя выставка в Парке Победы, которая рядом с музеем у нас открыт. В свободном доступе. Там будут представлены портреты участника Великой Отечественной войны, жителей Везем. Мы назвали эту выставку «В каждой семье свой герой». Это пять баннеров будут. Мы обязательно упомянем имена всех, кто и сейчас проживает, и проживал на территории Везем, участники Великой Отечественной войны. Вдруг мы кого-то забыли, кого-то мы не упомянули. Мы ко всем обращались, к нашим жителям, чтобы они приносили фотографии. Мы будем постоянно пополнять эту выставку. Она будет и на 76 лет Победы, на 77 лет Победы. То есть мы будем выставлять ее все лето, с весны до осени, до поздней. Она у нас будет работать. Будем обновлять, будем поновлять ее, чтобы все видели портреты и могли гордиться героями Великой Отечественной войны. Александр Николаевич, что вам говорили первые посетители, которые переступили порог усадьбы после двух с половиной месяцев простоя? У нас была первая посетительница. Мы не успели открыть, как в 10 часов утра. Пришла первая посетительница. Молодая и красивая девушка. Я вот, правда, не спросил, какую ее зовут. Она поблагодарила, что мы открылись. Мы поздравили ее. Мы вручили наши подарки. То есть вы встречали с подарками? Конечно, первые посетители необходимо было. Все это было выложено в соцсети. Мы подарили бюстик Пушкина, буклет о нашем музее. Для того, чтобы как-то это было празднично, торжественно. Поэтому она осталась очень довольна. Она посетила музей. Мне первый день было, конечно, не очень-то много народу. Первый день многие не знали, хотя там и в соцсетях мы писали. В соцсетях и на нашем сайте все это было выложено. Но первый день у нас посетило что-то порядка 100 с лишним человек. Ну, так не очень-то много. Ну, будни, как всегда, меньше народу. Вот у нас вот вчера, например, будний день. Но 330 человек посетило музей. Ну, в общем-то, вот только благодарность. И было очень много звонков. Открыты вы, не открыты, закрыты вы. Когда вы откроетесь, с какого числа. Мы говорили, что мы скучаем, мы так хотим к вам. Конечно, конечно, хотели. Потому что музей стал скучать по посетителям. Посетители по музею. В какой-то степени мы, конечно, потеряли на какое-то время наших посетителей. Но мы их не совсем потеряли, потому что мы вели очень большую работу в соцсетях. И Facebook, Instagram, и Twitter, и любые там все эти соцсети. Выкладывали фильмы о музее. Небольшие экскурсии. Да, экскурсии. Все новости выкладывали. Каждый день мы обязательно выкладывали какой-то фильм. Потому что многие наши коллеги говорят, ну, только о вас и видим. Только и слышим. Ну, вот совсем на днях. Не давали забыть. Да, не давали. Вот 1-го числа, 1-го июля к нам приехала, значит, вице-премьер правительства. Первый вице-премьер. Вот Ольга Сергеевна Забралова. Она, ну, обследовала, смотрела по заданию Андрея Юрьевича. Наши избирательные участки, как идут выборы. Ну, и заодно заехала к нам сюда в музей посмотреть, как мы боремся с пандемией. Какие у нас препараты, как мы носим ли мы маски. Вот, ей все очень понравилось. Она отметила, что у нас очень хорошо ухожен парк. Вот, ей понравилась вот наша озвучка парки. Замечательные вот эти живые картинки. Отметила, что, говорит, такого я нигде не видел ни в каком музее. Я говорю, да, действительно, это нигде. Там самый, самый передовой, самый интерактивный. Это нигде, нет ни в каком музее. Только в нашем музее вы можете посмотреть. Вот в полном таком объеме. Поэтому все очень понравилось. Она отметила очень высокую работу. Немножко даже были деловые вопросы, мы с ней решали. Ольга Сергеевна обещала помочь нам. Там рядом и с плотиной, и со стоянкой, и с нашим печальным 16-м домом, где живут люди, где мы пытаемся их выселить, чтобы предоставить нормальные, хорошие условия. Потому что люди просто живут в ужасных условиях. Чтобы им дать квартиру, чтобы, ну, как-то вот обещали нам помочь. А это здание реконструировать и сделать там гостиницу для приезжающих сюда, вот в музей, для того, чтобы они могли посетить вот эти места. Наверное, в том числе и для студентов, которые здесь обучаются. Да, так что мы работаем, мы работаем, мы стараемся. На время работы у меня выходных не было, я не сидел на пандемии. Все время каждый день на работе был. Заодно подготовили ряд документов. Много было даров нашему музею. Мы за это время приобрели порядка двух тысяч книг. Нам подарили, подарили нам еще ряд интересных предметов. Экран мы приобрели 19 века для камина. Очень хорошим мы давно, в общем-то, ожидали, хотели этот экран. Так вот случайно получилось, в общем-то, что мы купили. Еще там стулья нам подарили. Вот еще ряд предметов, фарфоровые композиции различные, которые уже стоят уже в экспозиции. Их можно все это увидеть. Вот так что милости просим. А сейчас музей открыт уже для любого посетителя. Ну, конечно, с небольшими ограничениями. В залах могут находиться одновременно. Что это за ограничения? Ограничения за в залах. Вы теперь работаете в условиях. Да, в залах мы сейчас проводим экскурсии. Нам разрешено проводить экскурсии со 2 июля по 12 человек в группе, может быть. Хотя Роспотребнадзор нам предписал, чтобы в зале было один человек на 20 квадратных метров. Мы не можем обеспечить. Вот таких вот мы тоже для одиночных посетителей. Мы стараемся, чтобы в залах было не более ограниченное количество человек. Там 3-5 человек. В каждом зале есть табличка, сколько может находиться человек в зале. Естественно, наши смотрители, они ограничивают доступ. Не запрещают, а просто подождите сейчас. Выйдут из зала, вы можете войти. Обязательно, обязательное ношение масок. Перчаток. Ну, не каждый оденет перчатки. Если вы забыли маску или еще что, можно приобрести здесь в музее у нас маску. И, конечно, обработка рук антисептическими средствами, которые разрешены Роспотребнадзором. Сейчас мы заказали сенсорную обработку рук. Такие специальные датчики автоматические, чтобы не прикасаясь. Ну, вот у нас деловые линии все еще не везут нам. Вот уже ждем вторую неделю, уже ругались с ними, шумели. Я говорю, пандемия скоро закончится, а вы все не везете. Ну, вот мы все оплатили, все вот ждем. Вот со дня на день должны уже нам поставить их. Это будет в каждом зале установлено, в каждом музее будет установлено. У нас пять музеев. Сейчас пока стоят спреи, где можно обработать руки. То, что вот хлоргексином, вот еще там ряд спиртосодержащими веществами. Конечно, мы тщательно убираем залы. Через каждые три часа у нас идет влажная уборка залов. Обязательно с хлоргексодержащими там препаратами. Протирка поручни обязательно. Сами смотрители у нас принимают все, что были в масках в обязательном порядке. А по парку у нас есть рекомендации, чтобы были в масках. Но я понимаю, уже ору в такую маску носить, и перчатки. Они проходят через охрану, снимают эти маски, прячут карманы, и все, как у меня маска лежит. Но здесь мы не можем уже людей заставить. Мы предупредили, а дальше вы уже смотрите по ситуации. А в залах в обязательном порядке просто мы заставляем, чтобы все были в масках. Ну, потому что маленькое помещение, закрытое помещение. Здесь все-таки ветер гуляет. Вот таким образом мы обрабатываем наше помещение. Специальными обработкой, конечно, экспонатов мы не проводим. Потому что это может нанести вред самим экспонатам. Но к экспонатам у нас посетитель не дотрагивается. А к тому, что дотрагивается, то мы, в общем-то, естественно, обрабатываем. Александр Михайлович, все два с половиной месяца кто-то даже больше не могли посещать музей. Они были закрыты. Но, тем не менее, вот вы бы порекомендовали с чего начать? Ну, прежде всего, конечно, парк. Вы пришли здесь посетить. Вы обязательно посетите парк. Посмотрите нашу красоту. Посмотрите, какие цветы у нас расцвели. У нас, вы знаете, сердце кровью обливалось. Здесь был парк, уже, правда, был парк открыт. Еще музей был закрыт. Как у нас цвели пионы. Просто это было какое-то буйство красок. Вот. У нас цвели ирисы. У нас 14 сортов ирисов. У нас в этом году не очень охотно они цвели. Потому что мы сами были виноваты. Мы их пересаживали. Ирисы, когда пересаживают, обязательно года три они должны посидеть. Они капризничают, не цветут. Вот у нас, в общем-то, вот они долго очень должны посидеть в земле. Вот только прежде, чем зацвести. А сейчас другие цветы зацветают. Ну, конечно, красота парка самого. Это экспозиция под открытым небом. Ну, и затем мы его обязательно приглашаем посетить дворец. Потому что во дворце, да, да, те, кто не был во дворце вот за моей спиной, вы обязательно посетите его экспозицию. Экспозиция очень интересная. Это экспозиция такого, знаете, европейского музея, уровня европейского музея. Где у нас очень много подлинных экспонатов. У нас интерьеры 18-19 века. Это и одновременно идут мультимедийные всевозможные ставки. Там востретят Александр Сергеевич Пушкин живой. Востретят Наталья Петровна и Павел I император. И события войны 12-го года перед вами развернутся. Можете полистать прижизненные здания Пушкина. Только не сами прижизненные, а на экране. Вот такие технологии у нас сейчас применены. Парки, когда вы прогуливаетесь, если вы не хотите брать экскурсию, то вам расскажет диктор. У нас семь точек стоит, микрофонов, которые рассказывают об истории музея. Очень коротенькое. Где вы, что вы можете посетить, что вы можете увидеть. Можете приятно отдохнуть в нашем парке. Ну и, конечно же, наши выставки. Это целый выставочный флигель в Восточном флигеле, в гостевом флигеле. Там у нас замечательно идет выставка Генна Андреевна Каньонкова, постоянно действующая, Анатолий Посядов. Сейчас работает очень интересная выставка питерских художников. Вот графика пушкинские места России. Вот выставка украшений женских 12-19 веков. Удивительные вещи, кольца, серьги. Правда, там нет драгметаллов. Там в основном медь, там олова, вот такие сплавы. И также в самом дворце идет выставка Татьяны Бусаревой. Тоже в конце июля она у нас уезжает уже. Это замечательная художница, заслуженный художник России. Ее работы есть в фондах нашего музея. Это и дерево, и гипс, и бронза. Очень интересная выставка. Ну и не забывайте посетить выставку, очень интересную, на чердаке дворца. Как мы называем, зал под бельведером. Это эмалевая шкатулка. Такого вы нигде не увидите. Это огромная коллекция эмалевых вещей. Свыше 700 предметов. Эмаль мы с вами видим только вот в фенифте. Знаем ростовский фенифт, Сергий Кольца. Это огромные такие работы Людмилы Юрьевны Аненковой, где вы посетите различные страны Европы. Это большое пространство. В каждом музее есть какая-то своя изюминка. У кого-то есть янтарная комната, у кого-то стеклярусный кабинет там в Петергофе, в Екатеринском дворце. А у нас вот такая вот эмалевая шкатулка, эмальерный кабинет. Тоже вот я вас приглашаю посетить, потому что скоро приезжает сама Людмила Юрьевна. Мы будем проводить мастер-классы. Здесь мы хотим, чтобы наши посетители могли купить какие-то эмалевые штучки себе на память. Но так как мы еще не совсем их раскрутились, то у нас есть специальная эмалевая мастерская, где можно будет пройти мастер-класс. Вам художник покажет, как это все делается, и изготовить себе небольшую какую-нибудь штучку эмалевую и себе вот такой подарок сделать. Я думаю, что это невозможно будет пройти и посмотреть, совсем ознакомиться за один раз. Да, конечно. Можно постоянно открывать что-то новое. Да, и я вас всех призываю прийти обязательно в Захарова, посетить Захарова, пройти по тем дорожкам, по каким ходил маленький Александр Сергеевич Пушкин. Потрогать те деревья, огромные деревья у нас сохранились, которым тоже прикасалась рука великого поэта. Очень интересная экспозиция, тоже можно будет посетить, знакомиться с жизнью Марии Алексеевны Ганнибал. Очень приятно в Захарове. Они совершенно две разные усадьбы, что очень подкупает. Что везем их, это официально парадная усадьба княжеская, богатых людей. Захаровы – это более бедные люди, хотя и древний дворянский род. Можно посмотреть на контрасте, кто как жил, кто как воспринимал то, где они находились. Поэтому вы можете провести весь день. Весь день здесь, в Захарово проехать. Те, кто к нам приезжают, не хотят от нас уезжать очень долгое время. Так что милости просим сюда. Можно зайти в сувенирные киоски, естественно, купить буклеты, открытки, значки, книги. Книги, кстати говоря, довольно много у нас можно приобрести. Книг и по школьной программе, и произведения Пушкина. И о Пушкине очень много книг. Те книги, которые мы издаем, наши материалы, наших научных конференций, сообщения. Книги по войне 1812 года. То есть то, что связано с нашей усадьбой. Не просто так, детектива у нас не найдете. Поэтому здесь только вот такая специальная литература, которую вы можете приобрести. Которая, в общем-то, пользуется тоже довольно большой популярностью. Спасибо, Александр Михайлович. Я поздравляю вас с открытием музея, с открытием парка. Безусловно, мы все этого очень-очень ждали. И я думаю, что сейчас не только жители муниципалитета, но и жители Подмосковья, России, конечно же, стремятся в знаменитую усадьбу Голицына. Да, а я всех приглашаю посетить нас. Приходите, пожалуйста, и выходные, и будние дни. Мы сейчас немножко изменили режим работы. Сейчас в условиях выхода из пандемии нам разрешили сделать два выходных. Мы теперь выходной понедельник и вторник. Но в понедельник и вторник работает только парк. Парк можно, все время работает, вот, с 10 до 18 часов, то есть до 6 вечера. Ну, а в субботу и воскресенье, в выходные дни до 7 вечера работает парк и дворец. Все другие экспозиции до 5, а дворец до 7 вечера. Так что ждем наших посетителей. Спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.